К юбилею доктора экономических наук, профессора, чрезвычайного и полномочного посла Ларисы Владимировны Пакуш. Родилась 9 марта 1943 года в городе Вольске Саратовской области. Училась в хорошо известной алматинцам престижнейшей школе номер 36. Именно школа привила Ларисе любовь к классическому искусству на всю жизнь. В школе она очень серьезно увлекалась математикой, физикой и химией и имела успехи на республиканских олимпиадах. В 1960 году закончила среднюю школу номер 36 города Алматы серебряной медалью. В 1960 году Лариса Владимировна поступила в Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию. В этом ее поддержал Виктор Антонович Дмитриев, брат ее мамы, который окончил экономический факультет Белорусской государственной сельскохозяйственной академии и работал директором совхоза «Авендорож». Поступить в те времена в академию было престижно и довольно непросто. Конкурс был высоким, в среднем более четырех человек на одно место. Вместе с тем она успешно сдала вступительные экзамены и стала студенткой. Как видно из ее характеристики, которая хранится в архиве Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, студентка Лариса Владимировна Пакуш была комсоргом группы, членом Комсомольского бюро третьего курса, секретарем Комсомольского бюро четвертого курса. Доверие своих товарищей оправдала. Своим личным примером показывала образец в учебе и общественной жизни. Участвовала в работе студенческого научного общества, выступала с докладами на научных конференциях, была членом бюро студенческого научного общества. После окончания экономического факультета в 1965 году Лариса Владимировна осталась работать в Белорусской сельскохозяйственной академии. Сначала младшим научным сотрудником, затем преподавателем, старшим преподавателем, доцентом. Со всеми должностями она справлялась успешно. В 1972 году в Ленинградском сельскохозяйственном институте Лариса Владимировна успешно защитила кандидатскую диссертацию на тему «Обоснование оптимальной структуры зернового производства на примере колхозов и совхозов Витебской области БССР». Она вспоминает, когда защищала кандидатскую диссертацию, то на мне был красивый сшитый в горках костюм, такой же, как у героини фильма «Посол Советского Союза». И мой первый оппонент, доктор экономических наук, профессор Фраер, спросил, «Лариса, ты что, хочешь быть послом по форме и по содержанию?» И я тогда ответила, «Это только моя заветная мечта, но если бы судьба распорядилась таким образом, была бы счастлива». И, как мы знаем, судьба распорядилась именно так. Её бывший студент Александр Иванович Багель, ныне директор открытого акционерного общества «Рассвет имени Орловского», вспоминал, «Мы, взрослые уже, как нам казалось, самостоятельные парни, будущие инженеры, не могли представить, что молодая женщина будет читать нам общественную дисциплину. Мы встретили её настороженно, с какой-то подколкой, но её открытая улыбка, глуховатый голос сразу же покорили нашу аудиторию. Лариса Владимировна не просто читала лекции по труднейшей экономической теории. Она вводила нас в мир большой науки, красоты искусства, жизни известных учёных-классиков, писателей, поэтов. Лариса Владимировна — педагог, психолог. В начале 1980-х Лариса Владимировна Пакуш была избрана на партийную работу. Несколько лет проработала вторым секретарём Горецкого горкома Коммунистической партии Беларуси, а в 1986 году её избрали секретарём Могилёвского обкома Компартии. Лариса Владимировна вспоминает, «Работа была не из лёгких. Без всяких сомнений, опираясь только на интуицию и вузовские знания, бесстрашно выступила перед районным активом с новаторским по тем временам тезисом, что партийный работник должен заниматься не только идеологией, но и экономикой конкретного предприятия, организации, опираясь на науку, используя принципы хозрасчёта и прибыльного производства». Педагог и партийный работник Надежда Геннадьевна Ануфриева, которая сменила Ларису Владимировну на посту секретаря Горецкого горкома, вспоминала, «Особенно ярко лидерские способности проявились у Ларисы Владимировны Пакуш во время работы секретарём горкома, секретарём обкома партии в трудные годы перестройки и гласности. Обладание хорошей интуицией, понимание чувств и потребностей других людей, способность Ларисы Владимировны к сопереживанию, яркое чувство юмора, помогали и помогают ей нравиться людям, настраивать их на позитивные дела. С 1991 по 1996 год Лариса Владимировна работала доцентом кафедры экономической теории Могилёвского пединститута, ныне Могилёвского государственного педагогического университета имени Кулешова. Наталья Владимировна Маковская, доктор экономических наук, профессор, проректор по научной работе Могилёвского государственного университета имени Кулешова, отмечает, «Необходимо отдать должное Ларисе Владимировне как социально активному человеку, что, занимаясь общественной, а впоследствии и общественно-политической деятельностью и преподавательской работой, она всегда и везде это делала на высоком профессиональном уровне и блестяще». В 1997 году назначена чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в Республике Казахстан. Как вспоминает Лариса Владимировна, «В дипломатии я оказалась в первые годы становления нашей страны как суверенного государства. Профессиональных дипломатов не хватало, и в эту сферу приглашались люди с опытом организационной работы. Я к тому времени уже имела солидный багаж, была кандидатом наук, доцентом, заведовала кафедрой в Белорусской сельскохозяйственной академии, являлась экс-секретарем Могилевского обкома Компартии Беларуси». Всегда сложно начинать любое дело, тем более осваивать премудрости дипломатии. Не зря дипломаты шутят. Первый год тебя никто не видит и не слышит. Разбираешься с делами, знакомишься со страной. Второй — работаешь на родину. Третий — собираешься домой. Но в Казахстане в качестве чрезвычайного и полномочного посла Лариса Владимировна проработала три посольских срока. Она вспоминала, что это были лучшие годы моей служебной карьеры, хотя всё надо было начинать с нуля. Работая в Казахстане, Лариса Владимировна Пакуш подготовила докторскую диссертацию на тему «Совершенствование торгово-экономических отношений Республики Беларусь и Республики Казахстан, концептуальные подходы и механизм их реализации». Научным консультантом докторской диссертации был президент Академии наук Казахстана академик Киджагали Агенович Сагадиев. С 2007 по 2009 год Лариса Владимировна работала в Академии управления при президенте Республики Беларусь, Белорусском государственном аграрном техническом университете, проректор по научной деятельности, проректор по учебно-воспитательной работе. В 2009 году вернулась в родные горки и до 2016 года работала заведующим кафедрой экономики и международных экономических отношений в АПК Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. С 2016 года и по настоящее время профессор кафедры экономической теории. С 2013 года и по настоящее время Лариса Владимировна руководит Советом по защите кандидатских работ при учреждении образования Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. За этот период в Совете защищено 26 кандидатских диссертаций. Ирина Викторовна Шафранская, секретарь Совета по защите диссертаций, декан экономического факультета, кандидат экономических наук, доцент, отмечает. Безграничный опыт и научная эрудиция Ларисы Владимировны, её организаторские способности, принципиальность и настойчивость в достижении поставленных целей способствуют подготовке кадров высшей квалификации экономического профиля. Следует подчеркнуть, что Лариса Владимировна Пакуш обладает научным предвидением, умеет подсказать главное, ещё не до конца изученное, поддержать неординарные предложения и выводы. Наталья Владимировна Кириенко, член Совета по защите диссертаций, заведующий кафедрой инновационного развития АПК, Института повышения квалификаций и переподготовки кадров АПК Белорусского государственного аграрно-технического университета, доктор экономических наук, профессор, говоря о научных исследованиях Ларисы Владимировны Пакуш, подчеркивает. Всегда научно обоснованные подходы, инновационные идеи и задумки, включая решение проблем в сфере изменения климата, развития цифровых технологий, логистики, сельских территорий и многое другое. Её предложения направлены на развитие сельского хозяйства и повышение благосостояния нашего белорусского народа. Елена Петровна Колеснёва, кандидат экономических наук, доцент, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, считает, что Лариса Владимировна является не только профессионалом, но и человеком удивительных душевных качеств. Говорят, что настоящий человек тот, кто помогает окружающим, дарит им своё тепло и заботу. Награждена нагрудным знаком Национальной академии наук Республики Беларусь десятью медалями и орденом «Достык второй степени Республики Казахстан». Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин